Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программы подробностей. У населения отношение к прививкам всегда было неоднозначным, и это при том, что других способов создать иммунитет к конкретному заболеванию нет. Ежегодно во второй половине апреля весь мир проводит недели иммунизации. О том, что это такое, расскажет наш гость Владимир Мартынов. Мероприятие, которое проводится ежегодно в России, в том числе на территории Рязанской области, в городе Рязани, оно включает в себя ряд мероприятий. Они имеют больше организационный, если хотите, обучающий характер, направленный, в них делают с лишним раз акценты на важность иммунизации. Какие мероприятия прошли на базе Медицинского университета? На базе Медицинского университета было проведено несколько уровней мероприятий. Мероприятия такого рода, как беседы во время практических занятий, которые мы проводим со студентами. При чтении лекции были организованы тематические студенческие кружки, готовились санбюллетени. Тем не менее, то, что вы сейчас говорите, оно хорошо понятно вашим коллегам. Давайте мы объясним самым обычным, простым телезрителям, для чего нужна иммунизация, чем это важно? Это известно еще со времен Дженера. У нас вообще есть, наверное, может быть, об этом поговорим, есть достаточно жесткий национальный календарь профилактических прививок и экстренной иммунизации. Подобного рода календарение практически существует во всем мире. И сразу вопрос, какое количество людей ему следует все-таки? Ну, кто-то следует, кто-то нет. Вот я приведу такое, может быть, отчасти негативные примеры, в то же время он имеет большие позитивы. В свое время, во времена перестройки, развала Советского Союза, Россию, страны СНГ посетили эпидемию дифтерии. Это очень серьезное инфекционное заболевание. Причины развития, возникновения вот этой эпидемии, они как раз скроются в том, что пренебрегли плановые вакцинации. Погибло достаточно много пациентов, особенно взрослого населения. Большей частью населения России, в том числе вот тогда в городе Рязани, была проведена экстренная вакцинация. Экстренная, связанная с эпидемией, с подъемом заболеваемости. Она принесла свои результаты. С тех пор мы практически больных дифтерией не видим. Заболевание очень серьезное, очень серьезная инфекция. Либо есть такое классическое вирусное инфекционное заболевание, вирусный гепатит B. Это болезнь, которая передается или половым путем, или в результате кровавых контактов, например, при переливании крови, травм, ну и ряда других манипуляций. Давайте тогда сразу о травмах, к примеру, это авария. Травма, которая сопровождается загрязнением землей. То есть, значит, загрязненные инфицированные раны, они опасны развитием столбника. И не только столбника. И вот в этом случае проводится экстренная иммунизация. Если она, опять же, показана данному конкретному пациенту. Если ему проводилась до того плановая вакцинация, то схема профилактики, она меняется. Ну, в первую очередь, такой пациент должен обратиться за медицинской помощью, ему должна быть проведена обработка раны, то есть первичная хирургическая обработка раны. И параллельно, при наличии травмы, ему проводится экстренная профилактика или экстренная иммунизация. Ну, к сожалению, многие не понимают. Мне как-то однажды рассказывали такую историю. Причем историю, мама доктор, мама предлагала своим детям полизать, например, дверные ключи, то есть не мыть руки и так дальше, считая, что таким образом они естественным образом могут вакцинироваться, приобрести иммунитет. Ну, на самом деле, это дикость. Эта дикость, это, в общем-то, прошлый век. Вот, наверное, самые обычные люди и боятся попасть именно к таким врачам. Давайте расскажем, что сейчас таких специалистов, горе специалистов, в общем-то, слава богу, нет. Ну, я думаю, да. Ситуации могут быть разные. Вот недавно ко мне обращался пациент, ну, как недавно, вот он впервые обратился год назад, совсем недавно мы с ним занимались, это доктор, мой однокурсник. Он во время операции, значит, травмировал кисть руки, там была колотая рана. Пациент, которого он оперировал, был пациентом с гепатитом В. Вот наш доктор, ему была проведена экстренная вакцинация, то есть экстренная специфическая профилактика. К чему это привело? Привело это к тому, что он не заразился. Где можно посмотреть вот этот календарь профилактических прививок? Я могу сказать, что даже я, журналист, не часто вижу такие вещи. В интернет, проведите поиск, пожалуйста, календарь профилактических прививок по эпид-показаниям и по плановым показаниям в Российской Федерации. Практически любой поисковик вам откроет информацию. В поликлинике, по месту жительства, при обращении за медицинской помощью вы можете получить эту информацию. Она во всех поликлиниках есть. А если мы, к примеру, не знаем, какие прививки у нас есть, а которых нет? Ну, в каждой амбулаторной карте, в каждой амбулаторной карте у пациента делается отметка. Паспорт есть. Паспорт. Вот в этом паспорте, своеобразный паспорт, сделаны отметки о проведенной вакцинации. Она должна быть. Она должна быть. Я задам самый простой вопрос. В каком возрасте приходит понимание у пациентов, я имею в виду, что всё, о чём мы сегодня говорили, это действительно важно, это спасает жизни? Ну, это бывает по-разному, в каком возрасте понимание. Но мне кажется, современные семьи не воспитывают вот это чувство сразу, что это действительно нужно. С маленькими детьми, да, возможно, но когда мы взрослеем, уже как-то такое вольное плавание, пока не наступит момент X. Вольное плавание, ну, наверное, здесь есть две стороны решения проблемы. Ну, во-первых, мы должны готовить соответствующих специалистов, которые должны понимать эту проблему. Если они не понимают, я считаю, что они не должны быть вообще сертифицированы. То есть это очень серьёзный вопрос. Это вопрос жизни. Ну, поскольку я всегда об этом говорю, я бывший специалист госпитальной базы, я могу привести, ну, может быть, если не тысячи, но сотни примеров, которые связаны с пренебрежением вот такого рода защиты. И как результат развитию летальных исходов, то есть самых, так сказать, плачевных исходов. Ну, это же, это беда, одна человеческая жизнь, я думаю, она стоит того, чтобы эту проблему обсуждать, даже одна. То есть у нас вот как-то был достаточно давно уже, более 10 лет назад, случай бешенства у ребёнка. Ребёнок погиб. С чем это связано? С тем, что родители не обратили внимания на то, что ребёнка покусала собака, причём собака была домашняя. То есть она до этого была спокойной. Значит, на это никто внимания не обратил. Первичные за медицинской помощью не обратились. То есть обработку раны не провели, вакцинация против бешенства экстренной. По экстренным показаниям не проводилось, ребёнок погиб. Вот только одного вот такого случая, который, так сказать, вот то, что случилось в пределах Рязанской области, оно достаточно, достаточно родителям вот такое сказать, выйти в аудиторию и рассказать. Я о чём? О том, что есть сторона, которая связана с подготовкой профессионалов, во-первых. Во-вторых, есть другая сторона. Мы должны идти и рассказывать, и говорить то, что есть. То есть мы должны применять, так сказать, информацию, которая связана с доказательной медициной. Не рассказывать о том, что вот там мне что-то где-то показалось. То есть не надо впадать в мракобесие. Нужно говорить то, что есть. Есть история. Рассказывать об истории. Насколько это важно? Всем известно, что натуральная ОСПА практически наша ликвидирована. Страшное инфекционное заболевание. В результате чего? В результате применения плановой вакцинации. Давайте подведём итог. Если кому-то из телезрителей сейчас стало стыдно за то, что они не успевают вовремя следить за здоровьем, что они должны сделать прямо сейчас? С чего начать? Они должны обратиться в поликлинику. И проверить. К своему доктору, к участковому врачу в первую очередь. В каждой поликлинике есть кабинеты прививочные, где занимаются этим вопросом. И вопросом и плановой, и экстренной вакцинации. Но участковый врач в любом случае, терапевт, подскажет, если по каким-то техническим причинам, организационным отсутствует такая возможность, они должны указать место, где может быть проведена эта вакцинация. То есть эта информация, она вообще доступна. Она доступна. Главное обратить на неё внимание. Да, нужно главное обратить на неё внимание. Мы стараемся обратить внимание на уровне обучения. Обучение студентов, обучение персонала, врачей. И обучение, если хотите, воспитания населения. То есть население должно понимать, с чем оно имеет дело. То есть врага надо знать в лицо. Спасибо вас за эту познавательную встречу, за полезные советы. Это была программа подробностей. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова